Авиаперелет по маршруту Москва-Сочи довольно непродолжителен, однако в результате него можно сполна насладиться красотами одного из лучших российских курортов, при этом его длительность зависит от нескольких факторов. Автомобильная дорога, соединяющая Москву и Сочи, имеет протяженность равную примерно 1600 километров, что позволяет преодолеть это расстояние на автомобиле примерно за сутки непрерывной езды. Однако, если измерять это расстояние по кратчайшей траектории, то есть по прямой линии, легко заметить, что оно составляет лишь около 1360 километров. Именно это расстояние и преодолевает самолет, совершающий рейс по маршруту Москва-Сочи. В настоящее время прямые перелеты из Москвы до Сочи совершают около 10 крупных перевозчиков, большую часть которых составляют российские компании. Так, среди российских операторов, работающих на этом маршруте, авиакомпании Аэрофлоты, Севен Уральские авиалинии и другие. Общее количество рейсов, которые ежедневно отправляются по маршруту Москва-Сочи, составляет около 50. Это обусловливает активную ценовую конкуренцию между перевозчиками, благодаря которой заранее купленный билет в одном направлении может обойтись в довольно скромную сумму – 2-3 тысячи рублей. На прямом рейсе из Москвы в Сочи пассажиру придется провести в воздухе немногим более двух часов. При этом продолжительность полета нескольких различается у разных перевозчиков в зависимости от установленных нормативов и типов воздушных судов, используемых ими. В результате самый быстрый перелет в этом направлении, осуществляемый российской авиакомпанией ЮТЕЙР, занимает ровно два часа. А вот самыми продолжительными являются рейсы авиакомпании Севен и Якутия. Самолеты обоих этих перевозчиков, доставляя пассажиров из Москвы в Сочи, находятся в воздухе по 2 часа 25 минут. При этом в случае, если билетов на прямой рейс на нужную вам дату перелета не осталось, можно воспользоваться возможностью улететь в Сочи из Москвы стыковочным рейсом. Пересадки на этом маршруте можно осуществить в нескольких крупных городах России – Санкт-Петербурге, Екатеринбурге или Краснодаре. Кроме того, существуют стыковочные рейсы через столицы государств ближнего зарубежья – Киев, Ереван и Минск. При этом длительность такого перелета будет зависеть в первую очередь к продолжительности стыковки и может составить в общей сложности от пяти до двадцати одного и более часов. Однако, в случае, если вам пришлось на несколько часов оказаться в транзитном аэропорту, это можно воспринимать не как досадную задержку, а как удобную возможность за короткое время познакомиться с основным интересным городом, особенно, если вы раньше никогда не бывали здесь.